Это видео вызвало бурную дискуссию среди пользователей соцсетей. Непонятно, что стало причиной такого поведения. Дети, взрослые, агрессивные и зверски издеваются над бедным животным. К слову, каспийские тюлени находятся под угрозой исчезновения. Недавно произошел инцидент в Актау, в Магасталской области. Камнями и палками забили тюлени. Это дикость просто. С другой стороны, видеть детей и подростков тоже нет смысла. Потому что им никто не объяснял в школе, и тем более дома, что этого делать нельзя. Я уже не говорю о совершенно рядовых, так сказать, случаях, когда собак душат, сжигают живых щенков и так далее. Я думаю, что министр Асхай Тайд Магамбетов должен задуматься над этим. Президент Хасамжамар Тухаев поручил министру образования и науки включить предмет экология в школьную программу. Он учит молодое поколение заботиться о животном мире и окружающей среде. Пренебрежение домашними животными стало причиной увеличения количества бродячих собак и животных. Чтобы защитить людей от нападения бродячих животных, местным бюджетом на охоту и уничтожение бездомных собак и кошек было выделено 39 миллионов тенге. Из них 25 миллионов 800 тысяч тенге были освоены. Уничтожено 7800 бездомных собак и кошек. К сожалению, сегодня существует проблема – отсутствие специальных учреждений, где можно было бы определить больное животное. Это также зачастую становится причиной увеличения бродячих собак и кошек. Закон и наша бюджетная классификация не предусматривает питомники. Он должен быть построен только местными организациями. Если кто-то из предпринимателей вызовется с такой инициативой, Ахимат готов выделить землю. Не хватает и мест для захоронения трупов домашних животных. В этом году ветеринарное управление выделило 42 миллиона тенге на создание трёх могильников. Продолжение следует...